Мы наблюдали за вашей активной деятельностью в средствах массовой информации. Вы, по-моему, вместе с Карпенко были самыми активными у нас и заинтересованными организаторами наших выборов, не только наблюдателем. Поэтому я шел нужным позвать вас на минуту и поблагодарить вас и миссию Содружства независимых государств, ваших коллег, которые приехали к нам на выборы. Большое спасибо вам за ту поддержку и помощь, которую вы оказали. Еще раз это подчеркиваю, поддержку и помощь в организации. Не просто приехали и смотрели по сторонам, как там кто бюллетени заполняет или не заполняет. Это действительно такая дружеская была работа вашей миссии. И вашу работу мы очень ценим в средствах массовой информации. Люди это видели, все ваши заявления. Это мобилизовывало людей. И вы видите, какая явка неожиданная, откровенно скажу. Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в советы, в местные органы власти, в парламентские выборы. Никогда не было такой явки. Здесь нюансов хватает. В том числе и беглое нам тут со своими неуклюжими целодвижениями помогли. Но самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его. И мы, исходя из моего опыта, пытаемся проанализировать ход кампании этой. И видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87% населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся, но, естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в этом элитеральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы. Надо кое-что исправлять. Сейчас таких проблем у нас немного. Мы за год их подтянем, исправим. И я уверен, что люди еще в большем количестве придут на президентские выборы. Хотя это будет непростой процесс. Вы, как специалист в этом деле, понимаете, что раскачивать нас, как я говорю, качать нас будет очень серьезно. Но мы готовы к этому, очень серьезно готовились и готовы к проведению будущих выборов, которые будут через год. Но вы видите, что у нас тоже новаций хватало. Единый день голосования. Мы избирали всю вертикаль представительных органов власти. От сельских советов, районные, областные, городские и до парламента. И вот мне предварительно доложили об итогах. Прошло очень хорошо. Еще раз благодарю вас за все то, что сделано вами за это время. Но, тем не менее, все равно ваш опытный глаз что-то видел и положительное, и отрицательное. Я думаю, вы мне откровенно скажете, чтобы мы учли это на будущее. Самое главное, Арсений Горьевич, что мы убедились настроение у избирателей, у всех здоровое, хорошее настроение. И вот главная мысль, которую нам высказывали избиратели, мы со всеми беседовали, мы сейчас с наблюдателями. Главное для нас мир, стабильность и благополучие Беларуси. Вот с этим настроением люди шли на выборы. Это мы чувствовали, это мы слышали. Я думаю, вот это желание обеспечить мир и стабильность Беларуси как раз побудило людей прийти проголосовать. И отсюда такая высокая явка.